Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Как вы, наверное, уже заметили, я сегодня веду этот выпуск в такой потрясающей сафари-панаме. Кстати, напишите в комментариях, как вам, мне кажется, вообще шикарно. Ну а сегодня мы с вами поиграем пальчиками разные мини-мелодии из ТикТока. Помните, как раньше можно было загружать видео в ТикТок? Хоть сейчас в русском ТикТоке нет никаких трендов, всё старьё крутится, песни тоже крутятся, лавэ хамутятся. Поэтому старые песни мы и будем с вами разбирать. И перед тем, как разбирать эти табы, напоминаю, что если вы не знаете, как читать по табам на канале с целых досик, обязательно его сначала посмотрите и возвращайтесь сюда. Первой мелодией у нас с вами будет песня Нелли Фортадо «Say it right». Вы по-любому знаете этот отрывок благодаря вот этому ТикТоку. Но для начала вот как она у тебя будет звучать. По факту мелодия супер простая, повторяется два раза подряд. Для начала с вами посмотрим правую руку. Тут легче всего будет играть вот таким вот переменным штрихом. То есть когда одну и ту же нотку на струне, мы будем играть чередованием, чем играть постоянно большим пальчиком. Если вы только-только начали играть на укуленьке, играйте все большим пальцем нормально. В левой же руке тут все довольно-таки просто. Чаще всего будем играть на первую сторону и иногда переходить на вторую. Начинаем играть с вами шестого лада. И вот шестой лад очень легко отчитать от пятого лада. А пятый лад у нас с вами первая точка. То есть вот где первая точка, чуть-чуть дальше. Обратите внимание, сейчас какими пальцами я буду играть. Я играю все не одним пальчиком туда-сюда, в осаду или в огороде указателем. Я играю разными пальцами, поэтому постарайтесь повторять такие же, как я играю пальцы. Давайте чуть медленно начнем. Первый кусочек мы играем шестой лад, пятый, шестой лад, пятый. Потом переходим на вторую струну и играем шестой лад. Дальше опять этот кусочек повторяем, но немножко видоизменяем. То есть мы играем шестой, пятый, потом два раза шестой, пятый и опять на вторую струну. Давайте вот эти два отрезка сыграем в медленном темпе вместе. Еще раз. Дальше мы с вами переезжаем на третий лад, на второй струне указательный пальчик. А на четвертом ладу у нас с вами будет средний пальчик. Получается, да? Дальше на второй струне мы сохраняемся, переезжаем на восьмой лад. Восьмой лад легко посчитать от второй точки. Вторая точка у нас с вами седьмой лад. И вот смотрите, вот этот восьмой лад я сжимаю безымянным пальчиком. То есть играли. Оп, восьмой лад. Получается. Потом опять как бы возвращаемся, но теперь троечку пропускаем, играем сразу четвертый лад. Обратите внимание, по правилам, скажем так, записи, то, что у меня написано в скобочках, мы не играем. То есть если вот у меня написано два раза четыре, а одна из этих четверок в скобках, вот эту четверку мы пропускаем. И получается сразу. Соберем вот этот кусочек со второй струны, где играется. Все, от начала до конца в медленном темпе. И по факту вы можете повторить это еще раз. В принципе, будет звучать следующим образом. Ну и как-то, чтобы завершенно звучало, можете в конце сыграть пять, шесть и закончить. То есть вот сыграли это. Еще раз, но чуть быстрее. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что ты типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Следующая мелодия группы Daft Punk песни Around the World. Все знают по вот этому тренду. А вот как будет звучать данная мелодия. Начнем опять все с правой руки. Опять же, тут легче всего играть чередованием струнки. То есть пам-пам-пам-пам-пам-пам, чтобы был такой движ-париж-движение. Или играть большим пальцем, если вы новичок. По левой руке тоже все очень просто. Мы будем играть вот в этом первом боксе. До третьего лада дальше не пойдем. Часто всего мы будем с вами играть вторую струну. Как раз с нее мы и начинаем. Начинаем сначала играть ее открытую. Далее. Безымянный пальчик у нас будет играть третий лад. А указательный палец будет играть второй лад. И дальше там. Идет такой ход. Вот первая струна, которая будет зажиматься на втором ладу, также играется указательным пальцем. И в принципе все, что я могу сказать по этой мелодии. На второй лад отвечает указательный пальчик. Вне зависимости, первая или вторая струна у вас зажимается. И третий лад зажимается средним пальчиком. Все и готово. Давайте сейчас в медленном темпе более внимательно будем играть эту мелодию. Также напоминаю, если вы сейчас проскроллили и хотите выучить только эту мелодию, то, что у меня написано в скобках, какая-то циферка, она не играется. Это просто правило написания тап. Все, вы можете ее игнорировать, она вам не нужна. Играем в медленном темпе. Что должно получиться? То есть вот эти четыре такта, четыре кусочка, потом еще раз повторяются, и получается следующая мелодия. А теперь быстрее. Разбор на укулеле И последняя мелодия на сегодня это Rockwell Somebody but me Между прочим, вы знали, что, оказывается, в припеве поет Майкл Джексон. Вот как она у тебя будет звучать. Пока Вимочка у нас ужинает, расскажу по правой руке все то же самое, то есть чередование на каждой струне. Мы тут будем с вами играть первую-вторую струну всего лишь. А вот в левой руке, будьте, пожалуйста, внимательны, смотрите, какими пальцами я что зажимаю и как я переставляю между кусочками эти пальцы. Давайте как раз по кусочкам разберем, чтобы было более-менее понятно. Первый кусок выглядит следующим образом. И то есть я тут делаю вот такую вот подставу. Как я это сделала? Первоначально я ставлю безымянный пальчик на вторую струну на третьем ладу. И как раз с него и начинаю играть. Затем указательным пальчиком играем первую струну на первом ладу. Два раза. Затем я беру этот безымянный палец со второй струны, переставляю на первую струну. И в конце мне нужно завершить опять третий лад на второй струне, но теперь я не возвращаю этот безымянный палец, а ставлю на его место средний. И получается следующим образом. Вот такая вот подстава. Далее мы эту же структуру сохраняем. Первые три нотки такие же, как и были в первом кусочке. Ну, в этот момент можете уже безымянную брать. Затем этот же безымянный мы тянем с вами на восьмой лад на первую струну. Как его легко найти? Вторая точка это седьмой лад, соответственно после второй точки идет восьмой. Вот он. Идет вот эта вот нотка. Мээ, чикми. Получается играем восьмой лад. Шестой лад. И пятый лад. Обратите по пальцам. Безымянный, средний, указательный. Соберем второй кусок. Кому нужно отдельно отработать этот скачок, пожалуйста, потренируйтесь. Соберем два вот этих вот моментика. Дальше у нас с вами идет кусочек также с пятого лада. Но теперь нам нужно применять. Поставить не указательный пальц сюда, а безымянный. То есть у вас будет там время. Нотка долго длится. Напоминаю, что в скобочках у нас ничего не играется. То есть когда вы сыграете этот момент. У вас вот эта последняя нотка долго длится. Естественно, пока она вас там ведет. Вы переставите палец на безымянный. И начнете играть пятый лад. Потом четыре раза третий лад указательным пальчиком. И дальше вам нужно сыграть вторую струну на третьем ладу. Возвращайте безымянный палец. Давайте сейчас в медленном темпе покажу, что я имею ввиду. То есть я играю. Еще раз. Вот этот вот момент тоже отработайте. И в конце все очень просто. Такая перекличка. Тут все очень просто. Поставили указательный палец на первом ладу. И получается. Если все вместе это соединить, получается следующим образом. Давайте соберем все от начала до конца, чтобы было более-менее понятно. Если вы посчитаете, что очень коротко звучит, топ в третий еще раз. И будет звучать следующим образом. А если сыграть еще раз чуть быстрее, то получается так. Ну, если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь им лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию, а может быть тему вам разобрать. Также не забывайте, что на канале есть целый плейлист, во-первых, по тавам, чтобы играть. Во-вторых, есть всякие треки с ТикТока. И в-третьих, много чего есть. На самом деле, почекайте, посмотрите, поучитесь. А также я хочу напомнить, что вы можете поддерживать меня в финансовом плане на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. За меня они получают клевые ништяки. Весь раздаточный материал. Ну и, конечно, мое почтение. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok